Великолепная пятерка Легенды российского хоккея учили алтайских пацанов основам мастерства и показали класс на льду. Сегодня день мечты. О чем грезят в Барнаульце? Прокуратура проводит проверку после задымления на теплоходе в Барнауле. Это случилось в воскресенье днем. На борту были пассажиры. Это не единственное ЧП на воде в краевой столице. Ночью 27 августа посреди оби застряли 13 человек. Расскажем немного подробнее. По сообщению транспортной прокуратуры, вчера во время рейса Барнаул-Расказиха задымилось машинное отделение. Экипаж теплохода не допустил возгорания. С задымлением справился со своими силами. Пассажиров доставили в пункт назначения другим катером. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. А между тем, 27 числа произошло еще одно ЧП на воде. Посреди оби застряли 13 человек. У любителей прокатиться с ветерком сломался катер в районе поселка Ильича. Они позвонили в экстренные службы. Прибыли спасатели. Эвакуировали на берег троих женщин и семерых детей. Трое мужчин остались на катере ждать техслужбу. Никто из пассажиров не пострадал. Минус два. Сегодня Елена Хрусталева сняла свою кандидатуру с выборов на пост губернатора Алтайского края. Напомним, ранее еще один претендент на кресло главы региона Владислав Вакаев сошел с дистанции. Избирательную гонку сейчас продолжают четыре кандидата. Это Виктор Томенко, Евгения Боровикова, Сергей Булаев и Сергей Маленкович. А я продолжу отправиться в путешествие в мир сыров. Почувствовать разнообразие медового вкуса и пройти мастер-классы по приготовлению блюд от шеф-поваров. Это далеко не все, чем удивляли барнаульцев и гостей города на фестивале натуральных и полезных продуктов «Алтайские бренды». Попробовали вкус и оценили высокое качество продуктов губернатора Алтайского края Виктор Томенко вместе с известным хоккеистом и депутатом Госдумы Вячеславом Фетисовым. В атмосферу гастрономического удовольствия погрузилась и наша съемочная группа. Утренняя зарядка и поехали. Так началось открытие гастрофестиваля «Алтайские бренды из сердца Алтая». Более полусотни местных производителей познакомили жителей и гостей краевой столицы со своей лучшей продукцией. Выставлена продукция всех наших производителей и довольно вкусная, оригинальная. Я вот уже накупила много, попробовала все и желаю, чтобы такие красочные, красивые мероприятия у нас проводились как можно чаще. В красочном, красивом, а главное вкусном мероприятии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и легенда русского хоккея депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. О нас знает, по сути дела, вся страна именно по нашей продукции, продукции перерабатывающей промышленности. Сегодня агропромышленный комплекс Алтайского края производит столько продуктов питания, что три четверти, добрых три четверти, даже немножко больше того, что мы производим, мы продаем за пределы Алтайского края. Нам столько самим не нужно, мы кормим, как известно, и Сибирь, и всю страну. И, как известно, немало уходит продукции и на экспорт, и пользуется спросом. В пищевой отрасли трудится около 30 тысяч человек. Особо отличившимся Виктор Томенко торжественно вручил государственные награды и благодарности. После добрались и до дегустаций. «Работаем и на ягодах, и работаем на корнях, и работаем на травах. Все вот эти вот направления. Наверное, так красиво выглядите. «Так я же тоже в хоккей играл. Только вы в защите, я в нападении». Алтайские производители представили разнообразие сыра, меда, круп, молочной и чайной продукции, напитков. «Фантастические продукты питания, очень вкусные. Красивые люди. Да все, я прибавил, наверное, 3 килограмма за 4 дня. Вода качественная. Ну, здоровье человека зависит от трех вещей, как бы мы ни старались. Да, это качество воды, качество воздуха и продуктов питания. Все это в наличии здесь, самого высокого, так скажем, уровня». Программа фестиваля продолжалась целый день. В парке работал лекторий, где развеяли популярные мифы, рассказали о правильном питании. Творческие гастрономические мастер-классы и яркие интерактивные зоны для детей. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Свою продукцию на гастрономическом фестивале представил один из ведущих производителей Алтайского края – Барнаульский пивоваренный завод, а именно широкую линейку безалкогольных напитков. Какими вкусовыми впечатлениями делились гости фестиваля? Смотрите в следующем сюжете. Одни из самых популярных площадок на гастрономическом фестивале – «Алтайские бренды и сердце Алтая», конечно, те, где давали попробовать напитки известного алтайского производителя – Барнаульского пивоваренного завода. Именно здесь была сконцентрирована большая часть гостей мероприятия. Напитки очень вкусные. Очень приятно, что девушки подходят, угощают, продегустируют там. Мне очень понравилось. Гудстрайпс, Алтайский источник и Ай-Чай – эти знаменитые бренды напитков ежедневно покупают не только жители Алтайского края, но и всей страны, по достоинству оценивая вкус. Как лимонадик? Вкусный, очень вкусный. Здорово? Необычный. Очень яркий вкус. Первый раз пробуете? Да. Здорово. Будете покупать? Да, думаю, да. Безалкогольный тонизирующий напиток и лимонад со вкусом манго. Гости фестиваля пытались найти различия и почувствовать моментальный прилив бодрости и сил. Энергия поднялась. Да, энергия. А давление, не знаю, в норме давление. Очень вкусно. Мы с мужем здесь, с подружкой, так что мы в восторге. Хороший напиток, освежающий. Я просто, когда в машине еду, засыпать, периодически потребляю. Вот напиток, он больше похож на газоводу. Те, которые энергетики до этого пил, они какие-то, ну, со своим привкусом. А это больше как газовода. Напитки Барнаульского пивоваренного завода получили высокую оценку от жителей города за сбалансированный, яркий и гармоничный вкус. Но самое главное – настроение на все выходные, которым зарядились барнаульцы, попробовав разнообразие напитков. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае появилось производство, где полимерные отходы превращают в сверхпрочную уличную плитку. Сейчас, благодаря такой технологии, завод ежедневно перерабатывает примерно 300 килограммов отходов. Какие у производимой продукции преимущества перед классическим кирпичом или бетоном, знает Данил Кузнецов. Вот фракция, вот мы дробим. То есть мы ее приняли, да, и мы ее передробили. Мы ее ассортировали, то есть встреча отдельно, ПНД отдельно, вот получилось ПВД. Далее ранее выброшенные полимеры замешают с кварцевым песком в пропорциях 25 к 75. Именно из этих двух связующих и создается плитка. Такая технология безотходного изготовления тротуарного покрытия есть лишь в одном месте Алтайского края, на заводе Экорегион Волчхи. Притом оборудование здесь используется полностью отечественное. Перемешиваем все это в смесители тщательно и, соответственно, добавляем его в АПН, аппарат плавильонагревательный. Где это все переплавляется, связывается и на выходе получаем массу, скажем так, теска, которая укладывается в пресс-форму и под высоким давлением, более старшим бетон, формируется уже готовое изделие. В среднем за день на заводе производят до 40 квадратных метров полимер песчаной плитки. И хотя ценник слегка выше рыночного, по характеристикам продукция превосходит ближайших оппонентов в виде кирпича и бетона почти по всем показателям. Она водонепроницаема, отталкивает воду, да, то есть ей ничего не бывает. Она не крошится, как бетонная, например, плитка, если возьмем из продукции плитку. То есть она работает в диапазоне от минус 50 до плюс 70 градусов, и ей абсолютно ничего не бывает. Мало того, что эта плитка где-то в два раза легче, чем бетонная, так она еще и более прочная. Максимум могут остаться небольшие вмятинки. Даже цвет почти не изменится, красители не китайского производства. Так что укладывать ее можно даже в самых солнечных местах, не выцветит. К примеру, около бассейна или крылечка. Однако важно соблюдать определенные правила. При укладке плитки нет никаких сложностей. Когда ее укладывают, главное соблюдать зазор 5 мм. Потому что при нагревании солнца она имеет свойство расширяться. Сейчас основная цель завода – найти поставщиков. Далее в планах уже пополнение линейки ассортимента плитками с новыми узорами, а также брусчаткой. В будущем, в зависимости от заказов, может появиться другая продукция. Например, канализационные люки или клопаки на забор. А там вместе с объемами производства будет расти количество перерабатываемых отходов. Кстати, оно и сейчас не маленькое – около 300 кг в день. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Отпраздновали новоселье с размахом. В селе Хлеборобное Быстроистокского района после капитального ремонта вновь распахнул свои двери сельский дом культуры. Этого события местные жители ждали почти год. На ремонт клуба, который стал частью национального проекта «Культура», потратили почти 60 миллионов рублей. Мы побывали на церемонии открытия. Задурно, весело, оживленно. Центр села – очаг местной культуры. На главной площади Хлеборобного Быстроистокского района в день открытия местного ДК особенно людно. Старое здание до капитального ремонта оставляло желать лучшего. Его открыли в 76-м и за почти 50 лет помещение сильно обветшало и стало практически непригодным. В 22-м году здесь начались работы за счет краевого бюджета, а в 23-м объект стал участником национального проекта «Культура». Объект выбирается на конкурсной основе, и здесь играют значения целый ряд факторов. Конечно, это и готовность документации, и состояние объекта. Если для одного дома «Культура» достаточно сделать небольшой косметический текущий ремонт или заменить окна, входную группу, то некоторые объекты «Культура» находятся в состоянии, где без капитального комплексного ремонта проблему не решить. На капитальный ремонт здания, полное его переоснащение, ушел год. Все это время работники ДК и местные жители трепетно наблюдали за процессом. Результатом остались довольны все. Когда зашли, конечно, было удивлением. Ну, что сказать, все красиво. Мы мечтали, можно сказать, давно об этом. А сейчас некоторые люди наши, да многие, зайдя сюда, увидят наше прекрасное, красивое здание, светлое, чистое, и будут очень рады тоже. У двухэтажного здания досугового центра обновили фасад, заменили внутренние системы отопления и электроснабжения. Для маломобильных граждан установили пандус. Просторные кабинеты, светлые коридоры, библиотека, обновленное культурное учреждение не только выглядит презентабельно, но и отражает историю села. Многофункциональный зрительный зал преобразился полностью. Он рассчитан на 200 мест. И в день торжественного открытия все они были заняты. Мы решили поводу, что должно быть все-таки не Дом культуры, а должен быть Дворец культуры. Ну и в принципе у нас это, надеюсь, что это получилось. Спасибо, конечно, всем, кто принимал решение. Виктор Петрович принял решение о включении в Каимнас в прошлом году. В этом году у нас проект культура. Единственный район, надо подчеркнуть, в этом году нам выделить деньги именно по нашу проекту культура. Современная световая и звуковая аппаратура, новое оформление сцены сделают праздники еще ярче. Обновление клуба отметили торжественным открытием и концертом. В Хлеборобном живут около тысячи человек. Все, от детсадовцев до пожилых людей, свободное время проводят в сельском клубе. Для них новое здание – настоящий подарок. Если бы в каждом сельском поселении было такое учреждение культуры, туда бы, конечно, шли и молодежь, и жители рады, что все-таки есть возможность все это в реальность воплотить. Дом культуры в селе Хлеборобное стал седьмым ДК, отремонтированным благодаря нацпроекту «Культура». С 2020 года благодаря проекту в Алтайском крае полностью преобразовались шесть сельских объектов культуры. В райцентрах Родина, Завьялова, Топчихо, Косихо, Солонешное, в селе Новиково, Бийского района. Татьяна Голубева, Кристина Чернова, Андрей Сегаев, День с Током. Ну и, пожалуй, главное событие прошедших выходных. Они выигрывали Олимпийские игры, поднимали Золотой Кубок мира и становились лучшими игроками в сборных и клубах. Легенды отечественного хоккея в Барнауле сразу на нескольких площадках провели мастер-классы. О том, как звезды и игры с шайбой передавали опыт молодому поколению, расскажем далее. Визит хоккейных звезд в Барнаул, организованный при поддержке Министерства спорта и правительства Алтайского края, начался с мастер-классов для юных хоккеистов. Мы смогли им рассказать и показать, что Барнаул не зря столица мира. Они видели много мировых столиц, блистали, побеждали, прославляли советские спорты, советский хоккей и российский спорт, российский хоккей. Я думаю, это люди, на примере которых выросли целые поколения. Я уже предложил свою помощь в организации тренировочного процесса, потому что у меня есть академия в Подмосковье, где мы уже шесть лет наработали методики, основанные на советской школе, взяли практики Северной Америки и Скандинавии. И у нас сейчас, я считаю, лучшая программа подготовки детей. Поэтому готовы поделиться всеми нашими уже знаниями, и чтобы не было пробуксовки, а чтобы сразу можно было выходить на определенный уровень подготовки. Спортсмены дали мастер-класс на одномоментно на разных площадках края. В Бийске это лед арены прогресс, в поселке Новый Зори, Скиф-Арена, в Барнауле Карандин-Арена. Юным хоккеистам из команд школы Алексея Черепанова, Алтай и Динамо удалось поучиться мастерству у настоящих олимпийских чемпионов по игре с шайбой. Всегда мастер-класс проходит с большим эзуазмом, с большим, как говорится, волнением у ребят. Но потом они немножко понимают, что это все-таки необычная тренировка, и уже где-то раскрепощаются, и идет хороший-хороший диалог, как говорится. Глобально за такое время, как говорится, объять необъятное невозможно. Просто дается такой психологический посыл, как надо работать, как надо, в принципе, исполнять те или иные упражнения, те или иные движения. Тренировка, задача которой воодушевить детей на занятиях хоккеем, длилась чуть больше 40 минут. Вратарям показывали нюансы их игры, как лучше стоять, двигаться, принимать и ловить шайбу, а полевым игрокам, как выстраивать защиту и в какой момент бросать поворотом. Основная идея мастер-классов – замотивировать ребят продолжать заниматься хоккеем. Просто так в жизни ничего не делается. Нужно работать над собой, работать вместе в коллективе, и достигать успеха нужно как раз за счет своего характера. После таких эмоциональных тренировок ребенок понимает, что почему я не могу тоже выиграть какой-то кубок, почему тот человек, который мне показывал упражнения, выиграл, а я тоже хочу. И я тогда так же буду делать, как он показывал. Я так же буду работать, как он говорит. И я считаю, вот это самая-самая главная мотивация для ребят. Спортсмен подчеркнул, что для спортивного роста у ребят есть вся необходима инфраструктура и профессиональная команда, которая поможет им повышать свое мастерство. После урока от легенд в фотосессии со звездами дети и даже взрослые с горящими глазами брали у них автографы. Радости не было предела. Ведь далеко не каждый день можно увидеть и даже пообщаться с теми, кто годами привлекал внимание своими победами на льду с настоящими легендами хоккея. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. После общения с болельщиками автограф сессии легенды взяли в руки клюшки и провели галом матч. На льду Тетов-арены звезды встретились с тремя алтайскими командами. Кто противостоял чемпионам мира и обладателям кубка Стэнли, расскажет Дмитрий Дроздов. С передачи двухкратного чемпиона мира Алексея Морозова шайбу забросил олимпийский чемпион и обладатель кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. Этот момент может мысленно перенести любителей хоккея в далекие 80-е и 90-е годы. Тогда Фетисов феерил за океаном, играя за Детройт и Нью-Джерси. Сегодня же легендарная гвардия звезд на льду Тетов-арены играют в хоккей против алтайских команд. Вы говорите про гостеприимство. Какое гостеприимство набегалось он, смотрите. Ребята готовились. На самом деле мы не первый раз приезжаем в Алтайский край. Такой командой мы редко туда выезжаем. Из-за уважения к людям приехали сегодня сюда в Барнаул, в Алтайский край. Но это тоже о многом говорит. Так что потенциал здесь колоссальный, хоккейный в том числе. Фетисов, Каменский, Якушев и Касатонов. Эти фамилии знает каждый любитель хоккея. Олимпийским и мировым чемпионам противостояли три алтайские команды. Коллектив из клуба Бочкари. Легенду у них выиграли 3-0. Команда Шайба сыграли со звездами 1-1. И легенды Барнаульского мотора по-настоящему зарубились с гостями. И с отличным счетом добились ничейного результата 3-3. Легенды хоккея отметили, что сопротивление было достойным. На третий период нам уже стало тяжелее. Все-таки, да, возраст дает на себе знать. Ребята молодцы, старались. И мы интересно было поиграть, себя проявить. Почувствовать ту атмосферу, которая была. Болельщики все-таки здорово болели. Поддерживали и свои команды, и радовались нашим голам. Как итог, легенды отечественного хоккея выиграли с общим счетом 7-4. Каждый из них получил удовольствие от любимой игры. Вспомнил, как когда-то поднимал Кубок Мира или Кубок Стэнли. Но это уже история, как и противостояние легенд хоккея против алтайских ребят. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. И в завершении выпуска сегодня в календаре даты событий, День мечты. Этот праздник появился в 1963 году благодаря общественному деятелю и борцу за свободу Мартину Лютеру Кингу. Его выступление под названием «У меня есть мечта», посвященное отсутствию дискриминации по цвету кожи, воодушевило тысячи людей. А спустя 60 лет мы решили узнать у барнаульцев, о чем же сейчас они грезят. О чем мечтаете? Я мечтаю выстроить свою карьеру и дом мечты купить. А карьера в каком направлении? Я программист. Ну, конечно, да, и чтобы деньги были. Ну, и счастье семейное. Вот. Самое главное. А что на эти деньги вы бы купили? Ну, если нет, машину, дом. Ох, квартиру бы отдельно купить. Но нету финансов. Проработала 50 лет, но квартиры нет. Охота бы так отдельно пожить, отдохнуть, чтобы утром встал, никто не мешал, не пинал тебя, не толкал, не говорил, что ты в туалете долго сидишь. Круиз на шкайронном лайнере. Да. Прямо вот, чтобы тихий Атлантический океан. Ну, посмотреть как можно больше стран. Мечта стать крутым видеоблогером или фотографом. Ого, а какие-то шаги уже делаете? Да, у меня с собой камера. Что снимаете? Город просто. Ну, я начинающий фотограф, вот там я видела классное граффити есть. Моя мечта, ну, стать, ну, грэсмейстером, допустим, чтобы, ну, выигрывать разные партии и всякое такое. Ну, про шахматы, между прочим. Я мечтаю о собаке. Вот видите. Ну, мечта с детства у меня – это вырасти, построить огромный-огромный дом. И чтобы в этом доме были собрать всех животных. То есть всех собак, всех бездомных кошек. А все мечты сбылись. А какие у вас мечты сбылись? Замуж вышла удачно, детей нарожала, а внуков дождалась. Все. Всего у нас хорошо. У меня на этом все новости. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...